ДОНАЛЬД ГЛОВЕР Может, потому что Мигас — это местная группа для меня. Они из моего родного города, и я слышал их постоянно. Обожаю эту песню, мужик. Отлично звучит. Я выбираю Мигас. R2-D2, C3PO или L337. Эти ребята крутые. Но L3, она лучше других понимает жизнь. Настоящий революционер. И она всего добивается сама, и это прямо тренд. Миллениалов. Она вроде Жанны Дарк или Тупака среди роботов. Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly или Дэм. Все эти альбомы великолепные, но Дэм — это современная классика. To Pimp a Butterfly — альбом чуждой условности. Мы там хорошие песни со своими назначениями. Но думаю, Дэм собрал в себе все лучшее в одну связку. Дарт Вейдер, Кайло Рен или Дарт Молл? Дарт Молл — хороший боец. И мне нравится его двусторонний световой меч. Но Кайло Рен — очень забавный тип. У него интересное чувство юмора, он силен. Нравится его история. Так что, пожалуй, я выберу Кайло Рена. Это философский вопрос, как и остальные. Я остановлю свой выбор на Тупаке. Думаю, другие два парня лучше читают рэп. Но по культурной значимости... Это странно и дико, что рэперы до сих пор сравнивают себя с ним. Йода, Оби-Ван или Квай-Гон Джин. Думаю, для меня Йода круче. Он выглядит таким старым и странным. Он живет с чрезвычайно могущественной силой. Так что, да, он клевый. И мне нравится Фрэнк Ос. Майкл Джексон, Принц или Бибер? Думаю, Принц лучше как артист. Из этой тройки. Можете поспорить. Но я люблю магию Майкла. Все же Майкл заставляет тебя поверить в то, что по-твоему невозможно. Во всем его мире не было смерти. Его детская искренность, которая глубоко сидит в каждом, может быть найдена благодаря ему. Южный парк, Гриффины или Симпсоны? Гриффины, как по мне, очень смешные. Они умеют быть очень смешными. Они развиваются, но там все от шутки к шутке. Южный парк прекрасен, но Симпсоны – это дедушка подобных мультфильмов. Я Дональд Гловер, и это жизненные вопросы от Нойзи. Спасибо за просмотр.